Первое положение, важнейшее в душе своей, а насколько возможно, то и внешне, если есть возможность, примириться не только с теми, кого я обидел, но и с теми, кто меня обидел. Довольно часто бывает так, что с теми, кто меня обидел, примириться невозможно внешним образом. Просто невозможно. Ну, по целому ряду обстоятельств бывает. И одно из них, вам отмечу, о чём пишет в Арсенофе Великий, о чём он пишет, что иногда бывают такие случаи, когда, когда, если ты у обидевшего тебя, оскорбившего тебя, начнёшь просить прощения, он пишет, не я, не я говорю, то это может привести к тому, что этот человек возомнит, что он поступил правильно и укоренится в этом своём злом состоянии. Он говорит, что в таком случае не нужно к нему обращаться и просить прощения, даже если это имеет, имеется такая внешняя возможность. Но уже безусловным является, что в душе своей человек должен обязательно примириться со всеми и простить. если этого не будет, то никакая молитва принята не может быть. молитва злопамятного, сеяние на камне. вот приговор отцов, да и и отче наш то же самое, и остави нам долги наши, как и мы оставляем. Это вот первое необходимое условие, о котором, пожалуйста, надо обязательно напоминать, а то всё время я говорю, молиться, 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 сам готов съесть человека живьём, и я приду к Богу молиться. Второе условие – молитва должна быть внимательной, то есть сознательной молитвой, а не бессознательным произнесением каких-то слов. Это второе очень важное условие. Третье условие, я говорю сейчас кратко, на которое прошу обратить внимание, о котором меньше всего говорят, но без которой молитва наша часто бывает бездейственна. Вы слышите, о чём меньше всего говорят? Если вы хотите, чтобы молитва была действенной, то есть, которая дошла, как мы говорим, до Бога, то есть, которая бы действительно исходила из нашей души, необходимо хоть в чём-нибудь отречься от себя. Поразительные слова сказал Христос ученикам, которые не смогли изгнать беса. Сейрод изгоняется молитвою и постом, под постом, что, разумеется же, в воздержании. Сами понимаете, в чём воздержание, может быть, в разных вещах. В разных. Человек может полнудить себя от чего-то воздержаться. Обязательно это, друзья мои, нужно знать и нужно напоминать людям. Мы очень привыкли так – хорошо покушать и дать записку. Разоставить записки. Там, где нет хоть маленького отречения от себя, хоть небольшого воздержания в чём-то ради того, допустим, человека, о котором я молюсь. Вы слышите? Ради него я воздержаться в чём-то или понудить себя к какому-то добру. Одним словом так – или воздержаться от того, что мне не хочется, но я знаю, что это добро, или понудить себя к тому, что мне, конечно, не хочется. Но я знаю, что это полезно. Вот на этот момент прошу вас обратить внимание. О нём как-то меньше всего говорится. Ну, по крайней мере, редко как-то слышишь об этом. Святые отцы говорят об этом и ссылаются прямо на слова Христа. «Сей род» изгоняется молитвой и постом. Что значит «сей род»? Ведь речь идёт, не думайте только о объясновании. В конце концов, все страсти, они сопряжены с чем? Сочетаются с духами зла. И в конце концов, всё то, что для нас является скорбными обстоятельствами, всё это как-то сопрягается, в конечном счёте, с тем, кто хочет нам принести страдания. Поэтому очень важно иметь это в виду. И мы знаем из истории, как действительно часто святые, они говорят, мы святые, мы как будто нам это не нужно, нам тем более нужно, как святые молились, часами не спали, ночь целую не спали, пот буквально проливали, как воздерживались от еды, от прочих вещей, молясь за кого-то. Итак, молитва действена тогда, когда она сопряжена, произношу теперь слово. Страшная для светских людей, и для нас уже подчас звучит как-то идеалистически, на самом деле, великое слово, молитва действена только тогда, когда она сопряжена с подвигом. С подвигом. Когда я развалившись в кресле или в тёплой ванне – это одно, а когда действительно я показываю свою любовь, вот, к тому, о ком я молюсь, что, Господи, вот я хоть что-то, то, что я как человек могу от себя сделать, что? Вот в чём-то воздержаться, к чему-то понудить. Очень прошу вас, друзья мои, запомните это. И, пожалуйста, это не забывайте говорить другим. Многие искренне хотят же помолиться об усопших, например. Искренне хотят и ищут о своих добрых детях, родителях, друзьях, ну, неважно о ком. Искренне хотят помочь. Вот, и не знают, что. И не знают, что. Пишут записки, рассылают, ставят свечки, заказывают молебны. А сами? Обязательно человек должен сам молиться, сам молиться, правильно, и сочетать это, насколько он может и в чём может с подвигом. Вот так.